Здравствуйте, я Игорь Ман, и мы продолжаем программу «Битрикс24 спрашивает». Это уже четвертый сезон, мы говорили с вами про маркетинг, про управление продажами, про стратегии, про команды. И в этот раз мы хотим поговорить с нашими главными героями, с которыми встречались ровно год назад, для того, чтобы поинтересоваться, каким для них был 2020 год. А год был интересный, и нам будет о чем поговорить. Перед тем, как мы будем говорить дальше, пожалуйста, подпишитесь на наш канал. У нас в гостях Александр Григорян, компания «Улей». Александр, здравствуйте, как сегодня здоровается? Номер раз, Тигр. Добрый день, меня зовут Александр Григорян, директор по развитию компании «Улей». Год назад мы встречались с Игорем Маном, и он дал нам много ценных рекомендаций с точки зрения того, как мы могли бы развивать компанию. Это и написать новую книгу для дорогих HR-ов, и внедрять новые подходы для стимулирования менеджеров в отделах продаж и маркетинга. Ну а также с точки зрения движения к семейному балансу, подарить супругий цветочек. Год, конечно, сильно поменялся, и не все планы удалось реализовать. Цветочек я подарил, но про остальное сейчас расскажем подробнее. Александр, вы говорили о том, что 2019 год у вас был, 2018 у вас был хороший, 2019 был так себе, а каким был 2020? 2018 год был очень хорошим годом для компании. Мы сфокусировались в большей степени на крупном сегменте, 80% проектов и, соответственно, оборота — это крупные заказчики были. И мы думали, что так будет всегда. И мы начали... Ну, мы взяли хорошие проекты, с ними работали. И с 2019 года мы выстроили заново процесс продаж, начали много продавать активно. И у нас случился большой провал в первом полугодии по разным причинам. Ну, что сказать, если сказать по цифрам, наверное, начну с этого. По цифрам мы вышли на свой 2018 год. Причем в основном это было достигнуто за счет второй половины 2020 года. То есть мы достаточно хорошо разогнали, сдерживаем этот темп. Я чуть попозже еще расскажу. Конечно, когда 2020 начался, мы вот только-только выходили из кризиса 2019 года. Своего вышли, пошли нормальные... Как раз начали что-то применять из того, что вы порекомендовали. Пошел хороший поток новых клиентов, и теперь разогнались. Но случилось, что случилось. И вдруг закрывается несколько проектов. Какие-то были связаны с хорикой, какие-то начинаться должны были. Это была хорика непосредственно. У нас это был один из ключевых векторов, с которым мы работали. Отрасли. Вот, и тогда пришлось немножко... Ну, неожиданно, понятно, что делать, что-то неизвестно. Вроде бы всем нужно IT-автоматизация, мы думаем. А с другой стороны, проектов нет. Долго кто-то перестраивается, думает и так далее. И мы начали работать суперактивно. Мы начали очень активно работать с привлечением клиентов. Мы проводили онлайн-мероприятия. Мы сформировали новые продукты специально с Тартане. Вот если ты раньше не был такой цифровой, не цифровой, переходи сюда. Должен сказать, что, наверное, многое из этого не сработало. То есть, наверное, рынок был не готов тогда какие-то тоже решения принимать. То есть, кто-то что-то делал, но все в основном смотрели. Ну, это мои только ощущения. И потом вот это прошла волна. Нам на этот период пришлось делать. И тут была большая благодарность нашей команде. Нам пришлось на 20% снизить уровень зарплат. Без обещания, что мы это вернем на 3 месяца. Ну, мы потому что вообще не представляли, какая будет осень дальше. Это неизвестно. Никто ничего не мог пообещать. Были какие-то прогнозы. Что произошло, что, наверное, начали возвращаться результаты нашего труда в этом периоде и после. И вторая половина лета, когда мы уже вернулись обратно как раз к зарплате на нужном уровне. Это день рождения. Мы вышли на нужный нам оборот. И с тех пор начали хорошо разгоняться, повышая свою эффективность. К счастью, нам в конце удалось вернуть все награбленное добро в это время. И все равно спасибо. Здесь, наверное, особенно сказать важно, что, наверное, самая важная трансформация в компании произошла, это внутреннее. С точки зрения команды, я, наверное, чуть позже еще что-то об этом расскажу. И это самое для меня дорогое, самое ценное, мне кажется, с точки зрения эффекта, который в бизнесе появляется теперь. И это в том числе благодаря таким трудностям, наверное, через которые мы вместе прошли. Я хочу сказать о своих впечатлениях. Я заметил, что все мои клиенты по консалтингу прошли через следующие стадии отношения к кризису. Первые сказали, ну и хорошо, что кризис, хорошо, что вот такая изоляция, я с этим бизнесом нелюбимым расстаюсь. Действительно, это сделало процентов 5 моих знакомых. Вторая часть людей, они вынужденно держали паузу. И это было нелегко, особенно если у тебя не было, ну, такого запаса денежного. Ну, через это прошли та же самая хорика или те же самые фитнесы. Третьи решили сделать диверсификацию. То есть, они поняли, что вот бизнесом этим заниматься, там, в ближайшее время, предложим, туризмом невозможно. И они решили перекруфицироваться во что-то другое. И большинство моих знакомых, ровно так же, как и я, мы просто засучили рукава и начали работать, работать и работать. Ну, собственно, то же самое сделал Александр. Это верно, да. А какие еще вы для себя сделали выводы, Александр? Вот если такой же кризис повторится через, ну, все циклично, лет через 5, что вы для себя вынесете? Что вы будете делать и что вы будете никогда делать? Ну, я могу сказать, что в любом случае, да, и кризис имеет слово, само замечательную этимологию. Наверное, запасы этот год много раз об этом сказали, что она от греческого происходит. Где-то больше связано со словом изменения, да, и возможности какие-то. И как раз, ну, конечно, наверное, сбито говорить, что кризис – это возможности, но, к сожалению, далеко для многих это тоже не является очевидной мыслью. И даже если так думаешь, что в действии ты это можешь не применять. И я считаю, что в этом году мы много поняли, вот, как работать как раз, особенно, когда ты из одного в другой перепрыгиваешь. И понимаешь, что, в общем-то, это просто немножко по-разному, разные режимы работы, разные фокусы, да. Но такая вот готовность к тому, что мы пройдем уже через любую ситуацию, она есть. Это, наверное, важно. Еще, наверное, если про год говорить в целом, вот, наверное, я затронул часть команды. Вот хотелось бы, наверное, об этом рассказать подробнее, потому что, вот, для меня как раз, если мы ставили очень много каких-то целей, планировали, вот, как мы будем с клиентами, а как мы будем доносить им, что мы такие молодцы, приходите к нам, у нас только всего сделано. Мы это, конечно, никуда не отодвинули, все это оставили. Правда, ну, понятно, что поменялось, но, действительно, там, в марте онлайн-мероприятий у нас было очень много. Я помню, там, за день было как-то 3D-вебинары, в котором я вот так подряд участвовал друг за другом. Это не каждый день, конечно, такое, но вот такое случалось. А потом, ну, там, с лета как-то все утихло, но внутренняя работа, она продолжилась. А то, понимание того, что ценность, которую мы даем, это не только конечный корпоративный портал, там, для нескольких тысяч сотрудников, да, этого, там, как основной такой продукт, а это еще вся команда, которая с нами работает, со стороны заказчика, они тоже получают какой-то продукт. Понятно, что мы знаем, что это и раньше думали о том, что ценности каждого человека, который работает с нами, они свои, да, получают. Но в этом году какой-то особый в этом плане был фокус, с одной стороны, а с другой стороны, понимание того, что же мы создаем. Мы, ну, по сути, вместе с продуктом Bittrex, внедряя его, помогаем компаниям объединяться внутри, особенно, там, если говорят, что мы сейчас в большей степени работаем с компаниями, где там много тысяч человек, они распределены по разным городам, да и тем более сейчас половина удаленки, половина дома работает. И вот это понимание, что мы как-то людей объединяем, связываем, оно и приводит к тому, как мы вообще взаимодействуем, да, что мы не конфликтуем, например, мы стараемся находить эффективные решения, мы открыты к диалогу, мы готовы к тому, чтобы нам сказали, что мы какие-то не такие, и чтобы с этим хорошо работать. Это вот, в общем, больше таких, наверное, касается человеческих качеств, которые вместе командой мы развиваем. И благодаря этому, наверное, как-то создается такая атмосфера вокруг совокупного продукта компании, да, что наши клиенты, некоторые прямо говорят, что вот ваш молодой энергичный коллектив, вливаясь к нам, дает нам не только вот этот цифровой продукт, но и вот это все, такой заряд, который им тоже нужно. Движуха. Да, и нередко, так как наши клиенты такие уже большие, где-то закостенелые организации, им нужна движуха. И вот это вот тоже мы, наверное, как-то осознали, что мы это даем, что это то, что людям иногда важно и ценно, почему они с нами работают, и как-то вот в этом выросли. Не могу сказать, что специально, но где-то случилось, наверное, то, о чем я много лет мечтал, чтобы вот внутренний такой корпоративный дух, он был вот, не только хотелось бы, чтобы это было, а чтобы оно действительно и самого на 100% вдохновляло, и команда вдохновляла. То есть Ули никогда не спит? Это, кстати, наверное, да. Я помню, год назад мы забивались, мы сейчас когда стукнулись кулачками, мы даже два раза, по-моему, забивались во время прошлой программы на то, что вы напишите книгу про автоматизацию HR. HR. Да. Давайте вот прямо сейчас забьемся с Александром и заставим его книгу написать. Александр, я очень люблю спорить, я такое озарочное. Давайте поспорим, что если вы напишите книгу, то я буду первым читателем и с меня отзыв на обложке. Но вы должны сделать это до... Когда у вас день рождения, компания? Летом следующего года. Ну, в смысле, летом, в июле. Все? Отлично. До июля? Значит, соответственно, до июля вы пишете книгу. А что, фух? Ну давай. Я вам целых 6 месяцев дал, даже больше. Забились. Ну как? Книга поживает. Где мой экземпляр? Да, здесь я, конечно, должен, наверное, раскраснеться. Я долго думал, как я вам, Игорь, буду объяснять. Можно нам гримеру в студию, мы сейчас сделаем Александр Красный. Пожалуйста. Помогите, просто покраснеть не умею. Но на самом деле я скажу, что мы работали над этим. Первое время мы действительно составили оглавление, мы думали, как разделиться. Мы думали, что... То есть появились участники тоже в коллективе, которые сказали, мы тоже хотим, мы тоже в чем-то поучаствуем. И? И потом случился он. Потом как-то вот я не могу сказать, что винить коронавирус тоже не очень правильно. Но хотя вот тут так если говорить, что да, вот может показаться, что время... Я тоже в прошлом году написал всего лишь две книги. Обычно я больше пишу, поэтому год был нетворческий. Вы нас прощаете, да? Да-да-да, я прощаюсь. Я могу сказать, что мы делаем все равно шаги в том числе в ту сторону, чтобы делать материалы, но может быть более какие-то точечные. Плюс тут еще не очень понятно, потому что меняется все, и как-то вот написать книгу... Я даже тут как раз мне было больше вопросов к вам. Давайте поговорим. А что вот значит сейчас, например, хорошая книга, которую написал какой-то там бизнес вместе с экспертизой своей, и вот дарит. Как ее оценить по каким-то параметрам качества? Она вдохновляет, она дает четкую структуру методику. Или это какой-то роман, например, раскрывающий. Можно написать по-разному, но мне кажется, что ваша книга должна быть похожа на инструкцию. То есть мы с вами договорились, что она бьет в сердца HR-директоров, которые боятся автоматизации, и руководителей, которые должны либо инициировать эту автоматизацию, либо ее поддержать. Если HR придет и скажет, шеф, нам нужно автоматизироваться. Поэтому мне кажется, что это такая некая четкая инструкция. Написать ее в виде художественного произведения, это, мне кажется, прикольная идея. Если вы сможете, это будет такая необычная форма подачи такой достаточно сухой полезной информации. Если сможете, сделайте, мне это нравится. Можно написать в вопросах и ответах. Ну, то есть реально, вот вопросы реальных HR-ов или руководителей, вот ваши ответы. Это тоже такая, ну, удобно читаемая форма. Но я думаю, что можно даже, опять же, оттолкнуться от названия вашей компании «Улей» и прямо сделать систему вот такую вот, как вот сот. То есть вот соты вопросов про это, соты вопросов про вот это. Ну, потому что там, мне кажется, в HR-е много чего можно автоматизировать. Но я еще раз напоминаю, книга не только классный подарок, но и прекрасный, американцы говорят, до-опенер. Например, когда ты заходишь в компанию и с помощью этой книги открываешь нужные тебе двери. Ты подарил книгу, она лежит у человека на столе, она лежит у него, стоит у него в книжной полке, он унес ее домой. И самое главное, такой стереотип в нашей стране, что если книгу написал, значит эксперт. Жужжите над книгой, давайте, жужжите. Признаюсь своим фанатам, сейчас сам пишу книгу художественную про то, как маркетолог поймал щуку, и щука исполняет все его желания. Мне кажется, нечто подобное может сделать Александр. Вы можете украсть мою идею, ровно то же самое, чар ловит щуку, как это обычно принято, и щука исполняет все его желания. Хочу автоматизацию, на это надо сделать так. Хочу хорошего интегратора, конечно, улей. Фантазируйте. Кстати, я думаю, что, Александр, извините, закончу мысль, мне кажется, очень хорошая идея, если вам хочется визуала, сделать книгу в виде таких полезных картинок. То есть, действительно, есть визуальная картинка, и потом идет текстовое объяснение. Приложим, с левой стороны картинка, с правой стороны текст. Переворачиваешь снова картинка, текст. То есть, опорная картинка и немного поясняющего текста. В прошлый раз мы говорили про изменение системы мотивации отдела продаж. В частности, я рассказывал про историю с Blitzweek, когда с помощью таких весомых, значимых подарков продавцов стимулировали выполнять за неделю месячные планы. Я понимаю, что год был непростой, и в офис принести подарки было невозможно, но можно было отправлять их по электронной почте или в группу в WhatsApp или внутри портала Bittrex24. Вы что-нибудь попробовали? У нас по-другому немножко поменялся здесь подход. Мы больше с точки зрения продаж и стимулирования, мы здесь больше уделили внимание тому, чтобы сделать для менеджера этот процесс интересным, с пониманием того, что у него есть все инструменты для того, чтобы эффективно выполнять свои задачи, взаимодействовать с клиентами. Что это значит? У него есть чат, в который он обращается, задает любой вопрос, мы очень быстро отвечаем, насколько можно, так как мы продаем сложные технические вещи. А вот у меня вопрос, насколько быстро, ну там 24 часа обязательно, 12 часов в неделю? Нет, это происходит, я думаю, первый ответ там не более чем получаса. Есть кейсы, когда прямо во время встречи кто-то задает вопрос, получает ответ. Сейчас, благодаря тому, что встреча через Zoom, у тебя есть возможность быстро переключаться, это сильно выручает, так же, как и подключать коллег. То есть, в первую очередь, такая поддержка с точки зрения, что знаниями они будут обеспечены, либо мы им так предоставляем, либо вместе с ними на встречах. Для меня было бы всегда, как для менеджера, важно, я думаю, вижу для них тоже. То же самое с какими-то материалами, которые они используют в подготовке, их немножко лучше структурировали, коммерческие предложения, различные материалы, которые отправляются, сметы, как готовятся, считаются. И в целом, вот весь этот процесс, доведение, донесение ценности до клиента через формирование предложений, анализы его, мы в него, наверное, так скажем, вложили усилия и получили результат. Здесь надо единственное сказать, что у нас новый отдел продаж, то есть там эти люди, которые не работали раньше у нас, но ребята очень активные. Наверное, главное, что у них тоже много желания добиваться результатов. И вот здесь какое-то соединение того, что есть много желания, и все, что для этого нужно у тебя под рукой, оно дает нужную мотивацию, на мой взгляд, чтобы работать с той эффективностью. Я, конечно, согласен, что можно еще, наверное, ее как-то разогревать за счет... Нужно. Про план продаж. Вот сейчас у нас, в этом месяце, мы план видим, ну, есть риски, что мы его не выполним. Как акселерировать это? Но сейчас, наверное, как бы тут никого бы не разгневать этими словами, пока тот план, который мы запланировали на этот год, он немаленький с точки зрения роста. У нас он обеспечивается нынешними продажами. Мы видим, первый квартал, скорее всего, закроем хорошо, и на второй у нас есть уже наработки. То есть здесь сейчас больше стала работа вот в долгу. Это тоже достижение 2020 года, что мы ближайший, там, следующий квартал уже часто в большей степени имеем запланированным. Это вот тоже, что меняли и развивали в этих условиях, потому что мы поняли, что нам очень нужно хорошо начать планировать в таких условиях, когда планировать тяжело. Нет, я очень рад, что вот эта идея «Блиц недели», она действительно применяется тогда, когда нужно выполнить план продаж срочно, срочно, срочно. Очень хорошо, что вы работаете в долгую, все прогнозируете и уверены в том, что первый и второй квартал у вас будут удачные. Я тогда в этом случае хочу еще один совет вам дать с точки зрения стимулирования продавцов. Попробуйте объявить, если у вас в компании нет, конкурс на самый большой контракт. Вы когда-нибудь объявляли такой конкурс? Ну, предположим, у вас сейчас самый большой контракт, предположим, 8 миллионов рублей. И вы говорите, что если мы сделаем контракт, не на разовый, без потом дополнений, на 9 рублей, даже на 8, предположим, 100, это уже будет некая победа, и всегда менеджер, который его заключил, получает бонус. Он должен быть какой-то, с одной стороны, весомый и привлекательный, может быть, не обязательно деньги, предположим, это может быть новая модель айфона, и, соответственно, желанным для других, потому что все теперь хотят сделать 8200. Интересно. Ну, у нас вот здесь есть такой момент, то есть у нас есть определенный фокус, на который мы хотим, мы делаем упор всей компании и стараемся мотивировать больше отдел продаж. Компания Ули имеет свои дополнительные решения для Bittrex24, которые как раз для HR-ов и нужны. Мы их за год тоже достаточно хорошо развили. Это одно из достижений тоже 2020 года, что мы хорошо вложились в эти продукты. И сейчас у нас большая цель в меньшей степени над каждым проектом работать индивидуально и в большей степени закрывать задачи готовым функционалам. И мотивы все наши должны, наших менеджеров, как раз направлять именно на работу с готовыми услугами, с готовыми решениями, потому что за услугами сейчас приходит много компаний, много кому нужно внедрять. Смотрите, есть очень много разных конкурсов, HR-директор года, бла-бла-бла, руководитель HR-службы года. Попробуйте сделать субноминацию HR-директор года за автоматизирующий HR. Потому что обычно такая размазанная премия, а здесь она совершенно конкретная. То есть вы смотрите на все свои завершенные кейсы, можете сделать его даже всероссийским, вы можете его даже сделать на уровне СНГ. Человек просто подает заявку, не обязательно, что он работал в компании Ули. Вы ее анализируете и говорите, мы назначаем вас самым автоматизированным HR. Ну то есть HR года, номинация, автоматизация. Да, хорошая премия может быть даже. Надо как-то отмечать тех людей, которые... Есть похожие с точки зрения интернет, но вот именно как HR года. Спасибо за идею. Пожалуйста. В прошлом выпуске, Александр, вы говорили про то, что вам как-то пришлось столкнуться об амбиции своей собственной. Мы выросли в полтора раза, подумали, сейчас дальше будем расти по полтора раза. И все на это начали направлять. И что-то не поспевало. Ну и я сказал, что основной просев был в продаже. И может быть это зря было, может надо было сохранить результаты как-то потихоньку. Вот 2020 год, мне кажется, вообще не побуждал каким-то амбициям. Он был такой, для меня, по крайней мере, про выживание. А я так понял, что у вас было время для того, чтобы поставить перед собой более амбициозные цели. Это случилось? Да, здесь интересный такой тоже момент. Я вижу так примерно, что 2020 год мы начали все-таки немножко такие подзабитые, потому что получили по макушке, когда что-то делали не так. И начали себе немножко попроще место искать. Ну вот нам так хватит, вот здесь пока посидим. Но при том, что совершали усилия, чтобы как-то выбраться из ситуации, действительно, в какой-то момент это был вопрос выживания. И слава богу, у нас там не получилось так, чтобы мы куда-то ушли в минуса. Да, сохраняли нормальный ритм. Но все равно вот это вот состояние такого, что ты и сам себе вроде ничего не ставишь. И вот оно и так. И оно как-то, видимо, разозлило внутренне. Не то чтобы по-плохому, да, по-хорошему. И начало, по всякому случаю, желание появляться. Надо чего-то делать больше и больше и расти. И в ответ начали как раз, как-то тут единомоментно произошло, что мы стартанули с новыми интересными проектами на тот момент. И достаточно быстро все поменялось с точки зрения того, как мы себя видим, как мы себя воспринимаем. И снова вот это вспомнили какое-то свое ощущение того понимания, вот где мы и что мы делаем. И сейчас даже, наверное, это больше, да, с пониманием того, какое наше место на рынке, можно сказать, или в жизнях этих компаний, к которым мы приходим. Какую там пользу мы передаем или не даем ее, да. И понимание того, где мы, оно вместе вот здесь уже где-то не совсем амбиции, а это вот больше какое-то понимание своего места, понимание, что тебе куда-то еще идти-идти. Но оно такое ровное, какое-то более, наверное, зрелое стало в этом плане. Мне кажется, что это даже лучше, чем биться в конвульсиях амбиций. Наверное. Такая внутренняя гармония, когда ты просто понимаешь, что ты делаешь, для кого ты делаешь, для чего ты делаешь. Это дорогого стоит. Да, вот как-то вот в этом году оно пришло, и это действительно самому от этого очень, ну, ты же не скажешь приятно. А вы медитируете? Я медитирую, ну, разными, да, занимаюсь практиками. Не хотите дать всем нашим слушателям сейчас совет, как вообще спокойнее относиться ко всем проблемам? Совет очень простой, на самом деле, выработан. Он был древними философами-стоиками. Они предлагали разделять все события и вещи на две колоночки, можно сказать. Что от тебя зависит, а что от тебя не зависит. Вот когда что-то случилось, надо дать себе две секунды паузы, записать это куда-то. Если от тебя это не зависит, ну, понятно, что ты с этим, наверное, должен это принять. Это, конечно, такой долгий отдельный разговор, но сейчас просто договориться для себя, что я буду стараться к этому спокойно относиться и не беспокоиться. Ну, и, соответственно, в большей степени, это, наверное, самое основное, усилием внимания свое направлять, что от меня зависит в эту минуту, что в эту минуту, что в эту минуту, то, как я могу проявиться лучше, как я могу быть сильнее здесь. Это очень сильно успокаивает. Хороший совет. Говоря про гармонию, мы не можем не сказать или не затронуть тему баланса между работой и семьей. Для многих людей 2020 год, он вроде бы как-то больше времени проводил с семьей, потому что вынужден был, но для очень многих людей вот это вот пребывание в четырех стенах было таким неким испытанием. Как вы через это прошли? Тут, наверное, у многих есть официальные ответы, неофициальные. Давайте сразу неофициальные. Я сразу скажу неофициальные. Я, на самом деле, счастлив от того, как это происходит, потому что я стал видеть чаще супругу, ребенка, и мы сумели как-то найти так расположение, чтобы и не мешать друг другу. И мы при этом любим быть вместе, с одной стороны. С другой стороны, мы совсем немного времени проводим, потому что помимо работы семьи, у меня, у Яны, у моей супруги тоже есть какие-то еще дела, интересы. Они достаточно значимые в жизни. Вы в прошлом году порекомендовали мне подарить цветы супруге. Я в тот же вечер подарил, конечно. И вот вам домашнее задание из программы поедете, зарулить в цветочный магазин и купить своей супруге букет. Это домашнее задание от меня. Мы же повторим это в этот раз? На самом деле, у меня была когда-то привычка делать регулярно, потом она как раз где-то к тому времени съехала, и вы мне напомнили, я ввел это в привычку, но мы повторим обязательно. Отлично. Совет мужчинам, которые нас смотрят. Я просто узнал, как зовут мою цветочницу, ее зовут Лена. Я сказал, Лена, вот мой мобильный телефон, если я вдруг не появляюсь у вас раз в неделю, вы мне там смс-очку пришлите. В ее интересах она постоянно посылает мне смс-очки, я постоянно забегаю за букетами. Такой некий автоматизированный процесс. Можете рекомендовать это и своим клиентам. Это хорошая штука. Так, возвращаясь к балансу. Баланс. Он, наверное, в основном он в том, так же как в совершении усилий. То есть оно не только во время времени, а в том, чтобы не забыть, чтобы дома оказались на столе живые цветы. Сделать еще какое-то внимание. И вот баланс он в том, что мы себе в бизнесе, в работе очень много задач ставим. Забываем такие же задачи ставить про семью или про еще другие дела. Вот. И здесь, наверное, в этом. Уделить приоритет, и он не будет не только вопрос времени, как такое основное тоже, чего пришло. Баланс он есть. У вас сейчас баланс есть? Да. Я завидую. Честно. Мы все завидуем. Александр, фактически все, что я хотел у вас спросить, я спросил. Может быть, у вас за год появились ко мне какие-то вопросы? У меня вопросы с точки зрения изменения структуры управления в компании. Мне, с одной стороны, мне и моему партнеру, нам близко то, что мы находимся сами в деле, сами что-то делаем своими руками, я участвую в переговорах, если вернуться. Да, когда-то вы рекомендовали сейл-соул, продают все. Да. Участие собственников в продаже. Вот у нас два собственника, один больше за техническую часть, я за развитие. И вот, в общем-то, вопрос, что я временами стараюсь отходить от процесса продаж, но потом вот чувствую, что меня туда-обратно все равно затягивает. и затягивает необходимость. Александр, вы не должны стесняться, вы должны всегда быть продавцом. Это, в общем-то, близкая концепция для нашей компании, то есть мы для многих задач объединяемся вместе, мы с Андреем, два собственника, в том числе, активно в этом участвуем. Это с одной стороны, с другой стороны, компания сейчас растет, и та структура управления, как сейчас она происходит, она дальше не будет приемлема. Нам надо что-то начать менять. Здесь вот именно, наверное, с точки зрения того, мы сейчас, во-первых, дополнительно обучаемся, но вот, может быть, от вас как раз будет совет, как сделать вот такой вопрос, когда семейные компании начинают увеличиваться, мы не семейные компании, чтобы сохранить какой-то корпоративный дух и в то же время стать более эффективными в масштабе. Ну, любая компания растет, и слава богу, плохо тот малый бизнес, который мечтает стать средним, и здесь, конечно, появляются первые наемные управленцы. Вот очень важно, чтобы вот эти первые наемные управленцы, неважно, они придут извне или вы их вырастете внутри компании, соответствовали ценностям компании. И здесь я хочу вам дать очень ценный совет. А сядьте с партнером, пропишите ценности, на которых вы стоите, и нанимайте людей в соответствии с этими ценностями. Потому что сейчас у вас, ну, практически, как вы сказали, что такая домашняя семейная обстановка в компании, все друг друга знают, все притерлись, а появление новых лиц всегда новые такие конфликты. Это, ну, по крайней мере, причина для конфликтов. Но если у вас будут, ну, я про это писал в книжке номер один, я каждому топ-менеджеру рекомендую сделать свои собственные правила. То есть вот правила ведения бизнеса или правила жизни. Потому что у меня есть правило, что я ненавижу людей, но не люблю людей, не поддерживаю разговор с людьми, которые ругаются матом. То есть я его не приемлю. Поэтому если человек, кандидат или, там, не знаю, там, клиент, в разговоре начинает материться, ну, как бы вот я свожу общение с ним на нет. Это знают все сотрудники, это знают, ну, многие наши клиенты, и поэтому даже если они страшные матерщинники, в разговоре со мной из уважения и из некого даже, может быть, страха, что я больше с ними общаться не буду, а я тут, как бы, резок, они перестают материться, ну, контролируют себя. Поэтому когда вы пропишете правила, по этим правилам вы можете нанимать человека. Вы просто можете, знаете, слушайте, мы вас там рассматриваем как кандидата, у нас есть определенные правила, вы должны быть к ним готовы. И, соответственно, можете поинтересоваться правилами жизни этого человека. И, ну, опять же, будьте готовы к тому, что этих людей нужно вводить, то есть передавать полномочия, передавать ответственность. Это такой вот очень ручной режим. Вот здесь автоматизировать ничего нельзя. Возьмите большой испытательный срок на появление этого человека, ну, предложим, 3 месяца. Может, и за первый месяц он может там стараться вам понравиться и что-нибудь там искажать, но на протяжении 3 месяцев тут уже как бы не поиграешь. То есть своей искренностью. Ну и, собственно, можно какие-то вещи рассказывать, но в управлении обычно все результаты, они долгосрочные или среднесрочные. И человек не только сможет словами вам понравиться, но уже делами показать, что он правильно работает. Снимайте обратную связь от сотрудников, с которыми он работает. Потому что они будут говорить вот, Александр, нет, вот вы там душка, а вот он немножко жестковат. Ну, вы можете тогда сказать, что, наверное, вот это и есть задача нашего нового управленца, потому что мы должны уйти от мягкости к некой жесткости, если мы хотим стать большой компанией. Признаюсь честно, очень небольшому количеству больших компаний удается сохранять домашенность. Очень небольшому. Вот это вот бирюзовые организации, по факту, они прививаются в очень небольшом количестве компаний. Поэтому будьте готовы к тому, что вот эта вот ваша домашенность, семейственность, она начнет исчезать. Ну, надо выбирать, наверное, чем тут расставаться. Либо рост, да, либо семейственность. Ну что ж, подведем итоги. Прекрасно поговорили с Александром. Я очень рад, это самый главный вывод, что у Ли Жужжит Александр работает. Он, конечно, самое большое расчарование, не получил книгу в подарок. Но через два года она обязательно меня найдет. Я рад, что у Александра сложился такой хороший баланс между работой и семьей. Я рад, что он продолжает амбициозить. Я очень рад, что у него появляются новые вопросы. И, собственно, я бы очень хотел, чтобы ровно то же самое было у каждого из вас. Большое спасибо за то, что были с нами. Большое спасибо, Александр. Спасибо. Я очень надеюсь до следующей встречи. Точно. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok